Доброе здоровьица! И мы вновь с Тиграном. Он хочет пояснить, рассказать, потому что появились вопросы. И, как бы сказать, их надо разрезать и снять. Слово Тигран. Добрый день, уважаемый зритель! Здравствуйте! Дорогой Геннадий Петрович, я сегодня с цветочками. Это цветочки вы узнали. Это у нас одуванчик. Растет он везде. Он известный одуванчик. Я хочу подарить Геннадий Петрович вашей подписчице Натальи Эдриш. По причине того, что у нее сейчас там вьюга и метель, и подуванчиков нету. Дарим! Подарим? Дарим! Держи! Ваша подписчица с заслуженным стажем. Так что дай бог ей здоровья и деткам и здоровья. И всем вашим подписчикам в том числе. Я не просто так с одуванчиками. Трава лекарственная, трава тянущаяся к солнцу. А это значит, мы все потянемся к солнцу. Пришла мне смска в голову свыше. А мне написано вот так, дословно практически. Лопух, все на дороге, тянись к солнцу. Ну что такое, что за лопух? Оказывается, комбинация сразу. Я-то уже старый был. Сразу это рублю в тему. Потому что мне все лекарственные мои комбинации приходят свыше, скажем так. Подсказки, скажем так, приходят. Поднимаю литературу, читаю про одуванчик, читаю про лопух. Собираю комбинацию из этих лекарственных соединений и добавляю свое зелье. Всего зелья многократно усиливается. Многократно усиливается. До такой многократности, что вот сейчас при вас буквально человек звонил. Проблемы решаются. Допустим, если те же гемородальные шишки, кровотечение, с одного спринцевания. Да ладно, не может быть. Да может быть. Вот сейчас звонил, сказал, да, все, я уже сажусь. Вчера не мог сидеть, сегодня уже сижу на стуле. Сидеть не мог. Девушка в магните сидит. Ну, визуально симпатичная. Но почему-то на лице какие-то красные пятна. А что тут пятна такие? Такие-такие. Название вот такое. Та же комбинация. Несколько дней, все, пятна. А она неизлечимая. Уходит. То есть очень рекомендую комбинацию этих волшебных цветочков, лопуха и подорожников. Соединить воедино, помыть и добавить в зелье, скажем так. Усилить его действие. А как надо их, вот эти три комбинации, перемолоть, высушить или сок добавить? Вы знаете, до такой степени подсел на это. Сейчас я вам отвечу с удовольствием на ваш вопрос, Геннадий Ветрович. Так подсел на эту комбинацию, невозможная вкусноты, невозможная это самое. Начал худеть. Действительно, первую неделю, первую неделю, чёрный кал. Это застарелая желточка, как раз выходная. Я сижу на масле, целый день его ем, это зелень запиваю. Когда вроде бы чистый, дядька, такой вообще чище не бывает, скажем так. А оно оказывается. А оно оказывается. Ну так разве бывает? Ну бывает. То есть, вот знаете, разные чистки бывают. Вот мы там камешку выбрасываем, то есть всё. А вот выбросить вот эту вот чёрную жижу, которая в печени, после которой она действительно оживает ещё намного лучше, чем после чистки печени. Хотя и чистка печени всё это выбрасывает. Это дорого стоит. Это дорого стоит, я этого тоже понимаю, поэтому я, кажется, попросил сегодня нашего Геннадия Петровича разрешение, чтобы поделиться, хочу я. Это всё растёт, вот. Вот здесь растёт. Начал пить эти чаи. Уже зелье, кто купил молодцы, кто не купил, может просто собрать и заваривать чай. 80% я делаю одуванчиков просто со стеблем, с листьями, промываю тщательно. Один листочек подорожника и один листочек лопуха. Ну комбинация, что приходит свыше, ну они точно. Ну хорошо, ты промываешь. Промываю. Сначала началось с маленького чайничка. То есть завариваешь? Да, началось с маленького чайничка. Кипяточек. Так мы с сыном его по кружечке выпили и всё. Вот это потом понесло. Понесло. Ну что такое? Слушай, это такая вкуснота. Вот такой уже тазик себе это самое заваривают и мы с ним по 0,5 литра каждый день. Так он у меня же эпилептик. Наш эпилептик начал выздоравливать на этой основе. Вы представляете, я почему сегодня так сильно и напросился. Поделюсь, поделюсь. Бесплатно, денег не надо. Пьём, пьём эти чаи, насыщение микроэлементами, насыщение. Неврологией работает. В мужской потенции и в мужском я, цветок солнца. Угу. Значит, ещё разок. Ты берёшь сколько одуванчика? Одуванчика? Мы берём. Вы знаете, вот как поединка на работе. Конкретно. Ну я не знаю. Но таких цветков 20, допустим, с листьями. В чайник. Помыли, естественно. Лист лопуха, ну вот такого размера. Ну не такой лопуши. Вот такого. Сиреный. Лист лопуха. И такой подорожник, такой листочек. И всё. Заварили через полчаса и поехали. На литр. Сколько литров? Литром. На литр. На литр. Да. Всё. Заварили. Настояли. И потом по этому самому. По стакану. И по стакану. Хотите похудеть? Похудеете. Неврология сработает. Сто процентов. Чистки кишечника однозначно. В потенции сто процентов. В мужском я тоже сто процентов. Моё мнение такое всё-таки. Вот я тут Мишка себе подсказки понаписал. Мне здоровье знаете что напоминает? Напоминает как того златаискателя. Который сеет, сеет песок. Сеет, сеет. Ну где же, где же, где же, где же, где же мой кусочек здоровья. Где же кусочек золотиночки. Сеет, сеет. А может вообще не найти. А может раз и находка. Так что если вы на этом канале, вам уже уже крупно повезло. И еще скажу. Все-таки пришло маленькое письмецо. Брехня все это не помогает. Это неправда. Борьба за здоровье это тяжелый труд. Вот Вадим Лагрин, он умнейший человек. Не даст соврать. Месяц за месяц. Борьба в хронических заболеваниях. Тема серьезная. Он занимается и ходьба. И от Геннадия Петровича. И уринотерапия. И от Тиграна Петровича. Того сего. Так он борется. Понимаете? Он борется. И он выйдет. Он уже выходит из этой ситуации. А вот так. Просто вот так я баночку этого лизнули. Маслица там. Это ерунда. Нет, друзья. На этом канале ерунды не бывает. Ерунда знаете где? Вот те коучи. Вот там те жуликов-оферисты. Там быстренько выведут. Как говорится. Быстренько. Так что вот такие дела. Дорогой Геннадий Петрович. Поделился я. Что знал, то и сказал. Как говорится. Ну отлично. И теперь мы приступаем к занятиям. Да. Из-за динамической геннадии. Всех благ. Мир май трот. До свидания.